Микс Ньюз Утро на Болткоме Мы продолжаем Утро на Болткоме и, ну, прямо из Китая, можно сказать так, у нас обладатель черного пояса по карате, бакалавр в сфере тренерства и реабилитационных упражнений, а также фитнес-тренер, основатель сети фитнес-студия Буркей Фит, Андрей Буркей, здравствуйте. Здравствуйте. Две недели вы были в Китае и в Ухане в том числе, тема, которая сейчас на слуху у всех, хотя, наверное, уже чуть-чуть активная фаза обсуждения прошла, но все-таки... А когда вы были там, да? Я там был с 6 по 20 января. Ваша цель была, и вы в Ухане тоже в том числе были, по делам, попутешествовать, и в какой момент вас застала новость о коронавирусе, потому что в конце декабря уже было объявлено, что такая опасность существует. Да, я туда приехал в принципе по бизнесу, чтобы найти бизнес-партнеров, да. Непосредственно в Ухане я был там дважды, в самый первый день, когда я туда прилетел, это было 6 января, я там пробыл несколько часов, так как это был, скажем так, транзитный город для меня. В тот момент ничего абсолютно не происходило, такого, скажем, сверхъестественного, то есть люди, конечно, ходят там в масках, понятное дело, но они это всегда ходят, то есть и раньше ходили. Вы тоже маску одели для приличия? Я маску хотел одеть, но не нашел, то есть там на самом деле люди в принципе не говорят на английском, очень тяжело передвигаться, найти что-то, поэтому даже купить просто маску, наверное, странцу будет сложновато, объяснить это. Да, тем не менее, никакой паники в тот момент я не замечал, спокойно добрался до железнодорожного вокзала, там сел на свой поезд и поехал туда, куда мне надо. Ухань, это в принципе так, чтобы просто представляли, это довольно небольшая провинция, по масштабам Китая, разумеется. Ну, на самом деле, это не могу сказать, что прям огромное, но и не маленькое, то есть там живет 11 миллионов человек, ну то есть это, наверное, 8 стран Латвии, ну как бы по масштабам Китая это примерно средний город. Вот что касается, вот поездов, чтобы люди просто представляли. Это хорошие поезда, вот так, чтобы было понятно. Да, знаете, там в Китае действительно все это развито довольно-таки на высоком уровне, то есть поезда скоростные, передвигаются очень быстро. То есть это не только Шанхай, Пекин, да? Да, да, конечно. Не только мегаполисы. Это не только мегаполисы, в принципе, вот соединение между городами заключается в большей части это вот, конечно, поезда. То есть эффективно это все работает? Да, очень эффективно, они очень часто ездят, то есть, ну, вы сами понимаете, очень много людей, поэтому там все это... Как вам показалось? Я понимаю, что вы там были недолго, но потом вы направились в другой китайский город. Да, да. Ну, уже какие-то меры принимали, там, не знаю, дезинфекция, что-то вы наблюдали вообще? Ну, панику, не панику, проверка при въезде в город. Я вам скажу так, на самом деле ничего прямо такого сверхъестественного не было, то есть, в принципе, про коронавирус я узнал от наших местных жителей, да, они мне там писали в Китае, будь аккуратен, там, в мои руки сидела. Но такой паники, я общался даже с самими китайцами, они вообще про это даже, ну, как бы, не знали, ну, либо вообще просто не говорили. Ну, и есть и фотографии, и видео, и все говорят о том, что там повышенное, ну, уже с конца декабря, да, 31 декабря было объявлено, что там повышенные меры безопасности, что там проверки, что там как-то следят за этим. Неужели совсем ничего не было? Ну, я, скажем так, такие вещи не заметил, да. Были, конечно, проверки там, в принципе, везде всегда есть, да. То есть, чтобы вы понимали, там полицейские стоят на каждом перекрестке, абсолютно. Даже не в зависимости от эпидемии. Да, ну, мне кажется, это да, не в зависимости от эпидемии. То есть, люди очень, как бы там стоят, ну, как бы на проверках постоянно. То есть, там, чтобы сесть просто в поезд, нужно пройти там три проверки. Да, действительно, и на автобус так же самое. То есть, и рюкзак, и паспорт нужно обязательно носить с собой. То есть, без паспорта вообще вы ничего не можете сделать. Даже купить просто билет на поезд либо на автобус. То есть, к иностранцам такое же пристальное отношение, Да, да. То есть, у китайцев, наверное, есть своё какое-то удостоверение, у наших иностранцев это, конечно же, паспорт. И таких мер предосторожности, таких как измерение температуры, такого я пока что не замечал, когда я был первый раз в Ухане, то есть, это 6 января. Когда я назад летел, то есть, получается, это было 19 января, я был в Ухане, получается, буквально транзитом, несколько десятков минут, просто вышли из самолёта и зашли, но я уже видел, конечно, в аэропорте там ходили врачи, так сказать, но я ничего не заподозрил на тот момент. Вас не проверяли, когда вы, например, садились в самолёт, что вы всё-таки из Китая, из региона, где эпидемия? Нет, ничего такого на тот момент ещё не было. Мне кажется, я вот успел как раз-таки за последних 2-3 дня. То есть, я вот прилетел в Латвию, и вот, мне кажется, через 2 дня началось вот прям уже всё, была блокада города, и уже вот прям очень массово как бы вот эта эпидемия начала распространяться. Вы прилетели в Латвию. Что дальше? Ваши действия? Вы знаете, что вы потенциально можете быть опасными для себя и для окружающих? Да, как вы знаете, я ещё работаю фитнес-тренером и в сети фитнес-студии Bookrefit, и, конечно же, там много людей, и я тоже начал общаться с этими людьми. Поначалу я вообще даже, на самом деле, не думал об этом коронавирусе, то есть, меня это как-то обходило стороной, я себя отлично чувствую, почему я должен об этом думать. Но тут, в принципе, народ в Латвии, скажем так, может паниковать, он тоже переживает, смотрит новости, что там вообще происходит. И мне начали очень активно прям писать, слушай, ты был в Китае, ты был там, по-моему, в Ухане, ты там здоров, всё с тобой в порядке, ненормально. И, скажем так, как добросовестный гражданин нашей страны, я решил всё-таки, наверное, надо провериться, чтобы успокоить всех, во-первых, наших клиентов Bookrefit, и, в принципе, успокоить вообще жителей Латвии. А родные что сказали? Родные по поводу самого коронавируса, ну, спросили, как я себя чувствую, всё нормально, нормально. Никто не убегал от вас, нет? Нет, никто не убегал, конечно, наверное, какие-то люди сторожили с меня, я видел, как они начинают со мной болтать, потом слышал, что я из Китая, они такие, оп, шаг назад, так немножко делали. А когда узнаваешь, что вы каратисты, так они вообще убежали только, только вообще 5, так сказать, делили. Вот, но самое интересное началось, конечно же, когда я всё-таки решил провериться, вот там тогда началась такая интересная история, то есть я решил проверить своё здоровье, думаю, в этот же день поеду всё-таки проверю вот на коронавирус. То есть это день, когда вы прилетели? Нет, нет, это уже через, в принципе, 10 дней, наверное, уже прошло. Я просто сразу сейчас уточню, что 20 января вы прилетели, 24 января официально министр иностранных дел, господин Ренкевич, выступил с заявлением, что он предостерегает и призывает жителей не путешествовать, в частности, в Ухане, а если там кто-то находится, то сообщать в Министерстве иностранных дел. Спустя 10 дней, после 20 января. Да, собственно говоря, я вот тоже увидел новости, там было сказано, что вы можете прийти в госпиталь, вас проверят. И я такой подумал, ну окей, давайте так и сделаем. В общем, поехал сначала в одну больницу, меня там, в общем, к сожалению, не приняли. Они сказали, что здесь, видимо, может быть, они не были информированы правильно. Проходу больницу. Это была первая городская, первая городская, туда попал сначала, мне сказали отправиться в Галлизерс. Приехал в Галлизерс, и что самое интересное, вроде Галлизерс – большая больница, но мне сказали тоже, что здесь, в принципе, они в данный момент помочь особо ничем не могут, и отправили меня в инфекционную больницу, не помню точную название улицы, Лазера, что-то такое. На районе Бикерной. Линезера, да. Вот, Линезера, да, правильно. В общем, я приехал туда, и там тоже такая интересная ситуация была. То есть, я подошел, просто сначала говорю, что вот я там был в Китае, хочу провериться. И, как я понял, люди, которые действительно болеют, они должны иметь сильные симптомы. То есть, кашель, температура, насморк. То есть, человек должен болеть. И я таких не испытывал. И, соответственно, они говорят, ну, что ты хочешь от нас, да. То есть, видимо, на тот момент это не было еще настолько вот прям обсуждаемо. И они сначала сказали, ну, ты можешь, в принципе, езжать домой. Да, но я решил все-таки… Понятно, что симптомы сообщи, да. Я, в общем, все-таки решил настоять, так сказать, попросил, чтобы они все-таки меня проверили, потому что, ну, не дай бог, и я все-таки был, как бы, тоже в этой Ухане, хоть и недолго, вот последний, там, 19 января, но тем не менее был. Но вот когда они услышали слово Ухань, конечно, у них немножко выражение лица поменялось. То есть, этот администратор, женщина, которая меня принимала, она говорит, сейчас подожди буквально минутку-другую. Я подождал, она уже возвращается уже с… Маской. С маской, да. То есть, с маской. Вижу, как другие метропотники тоже там одевают маски. В общем, подождал 5 минут. Внезапно больница опустела. Внезапно они начали очень прям активно там что-то делать, да. И через 5 минут меня позвали уже зайти в отделение непосредственно, и там меня ждал уже врач. То есть, он уже был, скажем так, в униформе. Там маска, очки защитные специальные, там костюм. Я туда зашел, как подумал, ну, какой-то Чернобыль. В общем, подумал, как я инфицированный. Ну, они взяли у меня тест, тесты, и попросили меня, в принципе, остаться там 5 дней еще в больнице. Так как инкубационный период коронавируса 14 дней. Сейчас, говорят, уже 7, но официально как бы 14 дней считается, да. И так как я был уже как бы в Латвии, скажем так, 10 дней, они сказали, ну, давайте еще 4-5 дней вот надо полежать. То есть, вас не отпустили к людям, а все-таки попросили остаться, тоже вас как-то изолировать от общества. Ну, да, да. На самом деле, я этого не ожидал. Я думал, что просто приду, сдам анализ, уйду, а тут мне сказали, ну, все, оставайся, собственно говоря. И, ну, я принял решение, да, конечно, я останусь. То есть, это, конечно, довольно-таки долго все проходило, процедура. То есть, вот это решение оставить меня, не оставить. Видимо, они созвали со своим начальством тоже, и все-таки они приняли решение оставить меня. Буквально через день или два мне уже дали ответ, потому что ответ на коронавирус можно получить у нас в Латвии. То есть, у нас есть лаборатория, которая проверяет. И он был отрицательным, да? Да, он был отрицательным. Сначала, на самом деле, доктор вообще очень интересно так подошел ко мне, она мне говорит, у тебя положительный, у тебя коронавирус. Коронавирус, я начинаю думать, ну, пипец, ну, как так? Неужели я действительно, ну, не может быть? Все-таки, эти несколько минут. Прямо начинается вот такая паника в глубине души, хотя я понимаю, что ну, не может такого быть же. А потом она говорит, успокойся, это не китайский коронавирус, у тебя китайского нет. То есть, китайский коронавирус у тебя отрицательный, у тебя есть просто какой-то другой коронавирус. И в тот момент она мне объяснила, что вообще существует более 40 видов коронавирусов. И вот после последнего нашего общения с министрами здравоохранения, да, они, в принципе, объяснили, что всего 7 сейчас существует тех, которые имеют потенциальный вред для здоровья человека. То есть, вот прям опасность, так сказать. У меня нет этого, как бы не было его. У меня была какая-то простая простуда, но тем не менее это коронавирус. Но они сказали мне следующее, пожалуйста, давай все-таки побудем здесь 14 дней, и мы для удостоверения, что все хорошо, отправим эти еще анализы в Голландию. И через 5 дней они в Голландии как бы уже дали ответ, что все хорошо, нет китайского коронавируса. Ну, вы на себе проверили, мне кажется, систему, и прям так, у меня радостно, что все так сработало. Тем не менее, хочу такого позадать. Я понимаю, что вы медик, не организатор здравоохранения, но все-таки, поскольку вы там были в больнице, могли осмотреться, если не дай бог что, если речь идет о том, что все-таки есть реальные зараженные коронавирусом, не знаю, прибывшие из Китая, или как сейчас уже установлено, что могут один человек передавать другому, который вообще в Китае не был. Вот мы готовы к этому процессу, ну, глядя на эту больницу, потому что была недавно пресс-конференция. Хорошо, что у нас там боксы и так далее, но когда я посмотрел, что, ну, бокс там на пять человек, да, так сказать, на секундочку, да, то есть мы предполагаем, что у нас как. Я вот тоже общался с министрами здравоохранения, и, в принципе, вот эти вопросы были уже обсуждены. На самом деле, у нас хватает точно на 170 человек, то есть палат, наша, как бы, больница может вместить 170 человек, которые имеют потенциал этой болезни коронавируса. Также есть, как вы сказали, именно боксы, такие перевозные, где именно люди могут перевозить. Униформа, у работников, медперсоналов тоже, как бы, всё есть нормально. То есть экипировка есть. Да, экипировка есть, даже есть вот прям такая, прям серьёзная экипировка у сотрудников скорой помощи, которые, собственно говоря, и должны вас забирать из дому и везти уже непосредственно в больницу. То есть, я думаю, да, на данный момент, как бы, наше, скажем так, здравоохранение, наша... Система. Наша система, да, она готова. Она готова. Вы сказали, что вы испугались, когда вам сказали, что у вас существует вот этот один из типов коронавируса. Почему вы испугались? То есть, ведь все говорят о том, что, да, вот этот коронавирус, он якобы смертельно опасен, но для части людей, которые уже, во-первых, запущены в случае, во-вторых, там есть вот этот возраст, да, опять-таки, дополнительное заболевание, да, который там тот же грипп, да, о котором все говорят и сравнивают, что от него гораздо больше людей умирает. А почему вы испугались? Вы тоже стали таким, ну, жертвой, не жертвой, не знаю, вот этого общественного, что все, у меня коронавирус, я умру. Да, я не испугался, что я умру. Я испугался, что я могу заразить других. То есть, я испугался, что я мог заразить своих родных и, там, сотню людей, с которыми я взаимодействовал в течение вот этих 10 дней. Это был единственный страх, который я испытал, потому что все-таки это, как бы, ответственность. В плане именно страха за жизнь такого не было, так как я, в принципе, понимаю, что коронавирус не настолько страшен, как о нем говорят. То есть, если смотреть на статистические данные, то смертность от этого вируса намного ниже, чем от того же гриппа. И, в принципе, люди, которые умерли, к сожалению, да, это 80% люди за 60 лет. И статистика показала, что 75% из этих 80% – это люди, у которых были хронические заболевания, больные диабетом, раком и другими, в общем, заболеваниями. Вот такой, может быть, вопрос. У вас, наверное, остались контакты в Китае после поездки. Как-то вы, не знаю, списываетесь, созваниваетесь? Да, вот прям, в принципе, буквально 10 минут назад я, прежде чем зашел сюда, тоже списывался со своими партнерами. Там же разница во времени просто, да? Да, разница во времени большая, и, получается, где-то вот с моей провинцией это 6-7 часов. 6-7 часов, да. И, да, я с ними списываюсь. У них, на самом деле, ситуация следующая, что, в принципе, большая часть фабрик в Китае в данный момент все еще не работает. Хоть китайский Новый год уже закончился продолжительное время назад, то есть они вот… Уже месяц, по-моему. Да, уже месяц. То есть, ну, 10 февраля – это вот был прям самый последний срок, когда уже фабрики должны работать. Но вот государство китайское все еще как бы не запускает их. То есть не все китайские фабрики еще работают. Из-за эпидемии? Да, это, скорее всего… Ну, не скорее всего, наверняка это из-за эпидемии. То есть вот я сейчас общался со своим партнером, он тоже говорит, все-таки из-за эпидемии государство не разрешает. И это, конечно, ведет, наверное, просто к катастрофическим, экономическим… Вот я хотел как раз об этом спросить. То есть, видимо, все-таки я так понимаю, что если предприятия не работают, то с зарплатой тоже могут возникнуть проблемы, да? Да, да, наверняка есть проблемы. У той же китайской авиакомпании, довольно-таки большой, они попросили своих работников выйти в трехнедельный отпуск неоплачиваемый, потому что просто нет работы уже довольно-таки давно, и попросили вот такую как бы меру выполнить. У вас торговые отношения сложились с китайской стороной? То есть вы будете получать какие-то грузы или отправлять туда? Как вот этот момент, там, дополнительные проверки и прочее? В Китае как бы для чего я вообще, в принципе, доехал? Мы планируем сейчас франшизу открыть для глобального бренда. То есть мы хотим распространять в Америку, в Россию и другие страны. И для этого нам нужен необходимый инвентарь. То есть мы хотим оборудовать наши залы по максимальному уровню. И, конечно же, это выгоднее сделать в Китае, чем в европейских странах. И да, то есть мы планируем сделать закупку инвентаря, то есть там, татами, все, что необходимо для открытия зала. И уже непосредственно это потом экспортируют другие страны, если это будет необходимо. По поводу проверки, вы имеете в виду, наверное, на коронавирус, то есть вот все такие вещи. Ну да, говорят, что все это не заразное, и там спокойно можно есть помидоры из Китая, никто от этого не умрет. Говорят, бананы, да, там бананы переводят. Главное, летучих мышей и енотов не есть. Вот, да, на самом деле, вы правильно говорите, это всего лишь вирус, который может выжить, который, точнее, не может выжить, не находясь в организме человека. Я даже больше с экономической точки зрения, если там все стоит и с этим сложности, грузы не отправляют и прочее, у вас, вы уже понимаете, что у вас будут определенные задержки, определенные сложности с этим. Надо какие-то другие маршруты продумывать, может быть. Здесь, ну, я это понимаю, и здесь, мне кажется, просто это вопрос времени, здесь нужно просто подождать. Пока что у нас нет такого, что мы прям очень сильно спешим. Нужно, мне кажется, просто подождать, потому что, как вы говорили в начале разговора, что эпидемия, мне кажется, уже начинает потихонечку стихать. То есть, вот этот прям бум-бум уже прошел, и сейчас идет уже вот на спад. Мы общались там с одним парнем из Пекина, у них тоже, кстати, коронавирус тоже нашли в Пекине, и там вообще довольно-таки процент уже вылечившихся намного выше, чем даже в самой Ухане. То есть, в принципе, медики начинают находить способ бороться с этим вирусом. Вы 14 дней были на карантине, да, можно сказать, как эти дни вы были в больнице, с вами врачи только в масках подходили, или там, когда вам уже из Голландии пришел ответ уже спокойно, но просто формально, да, там надо выдержать это время, уже вас там не в изоляции держали. Они, в принципе, уже ко мне поспокойнее относились после первого дня, когда я получил уже ответ в Латвии. Но, тем не менее, у них, видимо, есть какой-то протокол, алгоритм действий, поэтому, да, они должны были одевать маску, одевать там какую-то униформу. Я там слышал, некоторые прям, ну, аж чуть ли не жаловались, чтобы зайти там на 10 секунд ко мне, и они там полчаса одеваются. Вот, и, конечно же, да, в этом плане наши медработники действовали, ну, строго по алгоритму, который мы прописаны. Ну, а ваше общение с другими уже там пользовались, не знаю, туалет, столовая еда, эти кружки, ложки, вилки? Да, всё приносят, то есть приносят, потом они обычно, сначала это была обычная как бы посуда, потом они начали приносить уже в одноразовой посуде, в плане, ну, палаты я весь всегда один там был, то есть это немножко напрягало, что вы постоянно один находитесь, и хочется хоть чуть-чуть подвигаться, но там особо негде. И, да, то есть приходил медработник, там мог убрать что-то, там почистить, принести, покушать, но всегда был, конечно, в специальном униформе, хотя бы минимально это в маске. У вас знакомые кто-то собирается в Китай, может быть, там кто-то из ваших знакомых, кто собирается сюда приехать? Ну, сейчас у нас есть парочка знакомых, у меня в том числе, которые, вот, например, хотят попасть в Китай, но они не могут, то есть там авиабилеты, сейчас многие компании прекратили, как бы, да, распространять, и полёт туда запрещён, кроме, кстати, российской авиакомпании, если не ошибаюсь, Аэрофлот, Аэрофлот всё ещё летает в Китай. Вот, и многие всё-таки, вот у меня знакомые учатся в самом Пекине, и у него обучение перенеслось аж чуть ли не на месяц. То есть вот сейчас всё-таки они решили, что они будут учиться, но это будет как онлайн, онлайн обучение, и только, по-моему, там в марте они вот поедут уже учиться непосредственно в Китае. Ну, если всё будет продолжаться в том же течении, если мы не относимся. Пора нам заканчивать. Спасибо. Обладатель чёрного пояса по карате, бакалавр в сфере тренерства и реабилитационных упражнений, фитнес-тренер, основатель сети фитнес-студии «Буркей Фит». Андрей Буркей был у нас в студии.